Дорогие друзья, всех приветствую! Я продолжаю в этом ролике рассказывать о профессионалах своего дела. Сегодня расскажу о моем друге Андрею Токареву, человек, который делает великолепно, профессионально, со знанием дела фудтраки. Ну и он, конечно, расскажет об особенностях. Как быть с фудтраком, сколько он стоит, сколько люди на нем зарабатывают. В общем, пойдем и спросим вместе с ним. Да, рецепт, рецепт с меня тоже. Редко мы с тобой, Андрей, стали видеться. Да. Наконец-то нашелся полость. Да, там вот я смотрю, у тебя на машине как раз есть вагончик, хроника, да, где написано «Здесь был Вася». Так и называлось это меню «Здесь был Вася», да. Ну, имел успех, хочу заметить. Мы в этом, я так понял, будем с тобой готовить? Да, этот вагон, вот сегодня я хотел предложить для съемок. Ну и раз у нас в руках оказался такой вообще шикарный фудтрак, давайте сразу перейдем к еде. Потому что, как говорит моя мама, соловья баснями не кормят. У него, конечно, можно впихнуть массу всякого оборудования, всего чего угодно здесь, начиная от пароконвектомата. Я пока что сегодня буду пользоваться двумя гаджетами. Это вот такой гриль. Его называют еще планча или, значит, роллер-гриль. Вот написано на нем «Масса производителей» и всего прочего. Но зато очень удобно здесь можно и яичницу жарить, и булки сразу, и курицу, и что только можно. Значит, на всякий случай, для того, чтобы... Ого, дым какой! Здесь я буду питу согревать, согревать теплом гриля. Вот, а, значит, Андрей Токарев, еще раз расскажу вкратце. Мы в 2015 году вместе встретились, Андрей делает вот эти фудтраки, и он говорит, давай там на гастрите, на фестивале что-нибудь такое замутим. Да, замутили сложное меню по азиатски. Да, но бы, может быть, и несложное было бы, и люди-то супчик с удовольствием ели. Когда... И супчики, и креветки, и плов, и еще там 11 позиций, которые в обычном ресторане люди делают на огромной кухне гигантской. Да, тут вот, и поваров. Какая длина? Здесь 16 метров в этом прицепе, и с помощью таких незамысловатых приборов электрических могут делать очень сложное меню. И паназиатские, и даже вот греческие такие. Раз у нас история про фастфуд, поэтому я давно хотел сделать сувлаки. Это шашлычки. Греческая кухня, конечно же, уличная еда. Ну, соответственно, я это быстренько, ну, буду начинать делать. А ты, Андрей, как, вкратце расскажи, как ты, ну, с чего ты взял-то, что надо делать фудтраки? Почему-то вообще фудтраки. История такая, что в Европе вообще есть традиция питания на улице, и, допустим, в Голландии или в Израиле, в Германии можно спокойно на улице съесть небольшой обед, там, суп за 200 рублей. В Голландию поехал, поглядел на это все так. Посмотрел, да, и мне было всегда интересно, почему у нас такой возможности нет. То есть в России нельзя пройти, было на улице, там, 5-7 лет назад, и в нормальных условиях что-то на улице купить. Либо были какие-то палатки убогие, с неказистым дизайном, с отсутствием санитарных норм. И люди готовили и предлагали еду посетителям, ну, даже не имея возможности помыть руки. Присутствовали на рынке переделанные из кемперов или из торговых прицепов неказистые кухни. И мне показалось, что, ну, такая настоящая история, она востребована и нужна. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментах, как я смотрюсь в футраке. Может, стоит купить футрак и ездить с ним по России? Ну, как вариант. Боржи ведь там собирал бабла, купил себе дом на колесах и вроде как обещался поехать по России. Посмотрим, что из этого получится. Удачи ему. А я-то ближе к еде. Я все-таки, мне не дом на колесах. Мне, может быть, понадобился бы футрак. Сувлаки в Греции делают из свинины. Это традиционный греческий рецепт. Значит, в последний раз, когда я был в Греции, я купил вот такую смесь специй. Здесь прямо написано «Giros & Suvlaki». Состоит из различного... Значит, где тут-то есть на русском? На русском нету. На английском, на немецком есть. «Use two spoonfuls of the mix and one olive oil». Пишут две ложечки вот этой вот сувлаки. Ой, пахнет прекрасно. Вообще, орегано основа смеси специй для сувлаки. Небольшое количество соли обязательно нужно добавить в курицу. Почему из курицы? Мы же в России находимся. А курица самый дешевый в России продукт. Немножко оливкового масла. Быстренько все перемешиваем. А здесь есть вода, да? Да-да-да. А, тут вообще все есть. Нужное для жизни. Перемешиваю быстро кусочки для того, чтобы все обвалялось в специи. 15 минут все это маринуется. За это время Андрей делает соус. Значит, вот тебе терка мелкая. Вот тебе огурцы. Подавать я все это буду на двух питах. Это пита арабская, очень вкусная. Так, сливочное маслице. Все это на питу намазываем. Ну и пусть пока пита подождет. Пока трешь, Андрей, расскажи. Вот смотри, у тебя люди покупают футраки. Что они делают? Живут в них? Или там какие-то определенные концепции есть? Ты же со всеми, наверное, знаком с теми, кто купил у тебя футрак. Ну, в основном две категории покупателей. Это профессионалы рынка, которым нужно расширить свои возможности для того, чтобы на выездных мероприятиях, на обслуживании фестивалей они могли представить свою концепцию. Ну, то есть это кухня, да? То есть они... Кухня, полноценная кухня, да. Да, ну и целая индустрия существует таких предложений на рынке кейтеринг. Давно уже люди компании выезжают, обслуживают на выезде мероприятия, там компании. Возможности кейтеринговых компаний расширяет вот такой прицепт. Либо дает, ну, как бы, у компании, у которой не было этого направления, предложить свои услуги. В зависимости от оборудования можно любую концепцию причесать? Любую концепцию. Устанавливаете там конвектомат или устанавливаете плоский гриль и можете делать все то же самое, что на обычной кухне. Вторая часть покупателей это... Тубзик есть? Нет, туалета здесь нет. Такой, стоишь, очередь огромная, такой, котлеты жарятся, а повар куда-то делся. И ты такой, типа, ребята, подождите, сори, что надо делать. И обижать далеко, да? Вторая часть людей, которые покупают прицепы, это люди, которые имеют опыт или хотят его получить в общественном питании, для которых вход на стационарный обычный ресторан или фудкорт не по карману. Но здесь намного дешевле возможность прокачать свою концепцию, любую, сувлаки, шашлык, рыба, фритюр, все что угодно. Любая концепция сюда встает с небольшим количеством оборудования. Никаких проблем, если ты знаешь, как готовить. Если у тебя есть руки, которые могут резать... Нож, сковородка, да, или огурец. И плита. И мы помогаем таким людям попробовать свои возможности. Ну, все правильно. Так, значит, крупными кусками курица нарезана. Я ее нанизываю на шпажки деревянные, потому что все-таки сувлаки это такой шашлычок. Так, а вариант такой, например, если я захотел потестить бизнес, ну, вот я не хочу сегодня покупать трак. Я хочу такой, типа, а можно поработать эксперимент? Понравится мне или не понравится. Покупка не дешевая. Мы даем возможность всем желающим взять в аренду прицеп за небольшие деньги и потестить на каком-то мероприятии на одном, или поставить на месяц, или съездить и обслужить там, ну, не знаю, готовое, ну, там, шоу какое-то, на котором у вас есть договоренность. Поэтому те, кто раздумывает, покупать или не покупать, могут спокойно к нам обратиться и получить этот прицеп в аренду на любой срок, от одного дня до полугода. И зачастую именно после такого теста люди к нам обращаются за покупкой. И у меня сегодня вот такой вот тестовый день. Вот тест, да, для сувлаки. У меня получились вот четыре такие шпажки. Масло, специи, курица, все здесь. Огурцы, Андрей, натер. Нужно их слегка подсолить. Терка понадобится еще? Терка не понадобится, клади ее туда. Подсоли, чтобы огурцы дали воду, мы потом отожмем. У меня гриль готов. Нужно чутка-чутка маслица. Температура у меня здесь 200. Давайте чуть больше сделаем. Если что, убавим. Я вообще такую штуку мечтаю себе домой как-нибудь поставить. Когда у меня будет большой загородный дом, чтобы была огромная сковорода. Помимо всего прочего, у меня еще здесь в чашечке есть запеченный болгарский перец. Он у меня из банки. Просто запеченный болгарский перец в своем же соку или в том соке, который он выделяет, продается в самых дешевых магазинах. Я реально около дома зашел вчера, поглядел, думаю, греческая кухня. Без печеного, очищенного перца. Не ликвидно. Поэтому перец у нас будет как дополнение к блюду. Обязательно используйте какую-то консервацию. Очень часто там, смотрю в комментариях, пишут, ой, а где, что такое взять там? Или, может быть, какие-то вещи, которые продаются повсюду, я точно знаю. Обращайте внимание на то, что стоит на полках. Когда люди бегут конкретно за колбасой, прибегают, покупают колбасу и убегают, у них не остается в голове ничего, что может быть в магазине. А когда вы периодически тормозите и смотрите, что на полках, открываете для себя массу новых продуктов. Короче, перец – это вообще недорогая вещь, которую можно использовать. Хотите – запеките сами. Вы сами знаете, как запекли в пакет, потом очистили. Но это много геморроя и много всего остального. Огурцы, которые сначала были натерты, а потом присолены, из них выделяется влага. Нам, по идее, вот эта влага, она не нужна. Вот, значит, вот сюда йогурт. Так, курицу, шашлычки пора переворачивать. С этой стороны они прекрасно запеклись, прям корочка такая получилась. У меня еще шампиньончики здесь, тоже как доп. Ингредиент к блюду, как доп. гарнир. Значит, соус. Во всех народностях есть соус обязательно что-то молочное с огурцом. Как говорится, молоко вдвойне вкуснее, если вместе с огурцом. А у нас такое? У нас окрошка. У нас окрошка, да, тоже, но кефирное не очень популярно, например, в Сибири. У нас тут на канале нас немножко забанили такие, типа, ну не знаем, не знаем. Вообще люди пишут, мы не знаем, что есть окрошка на кефире. Повято я в Сибири вырос. Готов. Я к тому, что когда с огурцом смешиваешь йогурт, йогурт сам не густой. И огурец еще все равно поддает немножко влаги. Соус получается жидким. Иногда некоторых это бесит. Для того, чтобы он был более густым, нужно еще сюда добавить ложку сливочно-творожного сыра. Опа, укроп здесь. Для того, чтобы загустить. Смешивай. Давай, пожалуйста. А я, да, ты вот здесь смешивай пока, а я хотел сюда добавить еще зеленушки, потому что как мы без зеленушки. Русский человек использует какую зелень, которая есть в магазине, да, и которую он любит. В Греции используют только петрушку. В России мы любим и укроп, и петрушку, и лук, и все вместе. Оп, это все сюда. Прикольный соус. О, он вкусный будет вообще. И чуть-чуть-чуть соли. Каплю соли. Так, а те самые у нас две питы, которые я намазал сливочным маслом, они отправляются в прижимной гриль. Прижимаем. Все. Андрей, пока жарится, расскажи. Есть у тебя какая-нибудь такая история? Вот ребят пришли, купили трак, и потом тебе говорят, брат, вообще огонь, бизнес идет, успех и так далее. Вообще в этом бизнесе очень важна степень подготовки проекта. Очень много людей приходят с энтузиазмом, берутся за новый для них бизнес и думают, что это просто пожарить бургер, сделать все в лаке, не уделяя внимания и деталям, и технической подготовке своего проекта, и тонкостям, которые отличают бизнес в футраках от обычных стационарных проектов. Здесь две крайности, у одних все получается, у тех, кто на хайпе просто пытается присоединиться к этой идее, думает, что сейчас вот я прицеп куплю, или ему где-то пообещают, и у меня все получится, так не бывает. И у меня есть примеры и удачных, и неудачных проектов. У меня есть ребята, которые купили два прицепа, три года работали на Юге, и теперь, значит, у них стационарный ресторан. Есть ребята, которые выросли, да, они сначала занимались, экспериментировали, причем взяли очень сложную для уличной еды концепцию, они жарили стейки и бургеры, то есть это кажущийся такой простым способом зарабатывания. На самом деле требует внимания и подхода к деталям, чтобы твой бургер, твое мясо, они соответствовали цене и средний чек, это все очень важно и должно быть, ну, как сделано, профессионально. И у тех, кто готовится к этому, консультируется, подход этот оплатить, нанять профессионального консультанта, допустим, человек, который им сделает меню, у них все получается, и вот они в результате открыли стационарный ресторан, а бизнес, который они в двух утрах их вели, принес им, ну, отличную выручку и прибыль, там, в два раза превышающую стоимость прицепов. Причем прицепы, которые мы выпускаем, имеют очень большую остаточную стоимость, и они, ну, легко продаются на вторичном рынке. То есть, когда вы почувствовали, что этот прицеп вам принес достаточно денег, и пора уже открывать, да? Вы можете его продать, и они отлично продаются и помогают либо продать бизнес вместе с прицепом, либо его перевести на другое место, это тоже очень удобно. То есть, вы можете часть времени торговать в Москве, а потом переместиться на горнолыжный курорт, или продать это все. Все, все, тоже очень удобно. Да, да. Горячая. Истории успеха есть, их много, но не скажу, что они все 100% эти истории с каждым покупателем случаются. Ну, это кажется просто, взял бургер, взял кусок мяса, но на самом деле нет. Все важно, и сырье, и поставщик, и вовремя выплаченная зарплата персоналу. Без этого, ну, не бывает. Вот такая лепешечка получается, если ее смазать маслом, пожарить в гриле прижимном. Будем сервировать, потому что у меня уже почти все готово. Значит, у меня есть друг, Женя Михайлов, который является шеф-поваром одного греческого ресторана. Я помню, как я прихожу к нему, говорю, дай мне шашлычки куриные, он мне оп, и на лепешечку их. Я поэтому здесь показываю вам практически ресторанную подачу, да. Вот такие шикарные шашлычки, давай-ка я второй достану. О, дымятся. Я их кладу вот так, на лепешку. Два в эту сторону. Это с приборами едят вообще, да? Это вообще без приборов едят, руками. Это же фастфуд такая. Ну, блин, так непросто, если это соус еще положить, перемажешься. Это вот к вопросу о подходу. О подходе к кухне, которую используем в прицепе. Не все концепции, безусловно, подходят к использованию. То есть, в данном случае, я думаю, уместно какие-то столики, на которых можно с приборами расположиться. Меню не одна рука вообще. Да, приборы одноразовые должны быть обязательно. Но это же все... Стой, такую не съешь, только в лаваше, наверное. В лаваше. Вот оттуда и появилась шаурма. Да-да-да, шаурма. Перец кладем рядышком. Грибочки вот отсюда закидываем как дополнение ко всему остальному. Грибы и перец подсаливаем слегка. Соус еще раз перемешиваем и выкладываем рядышком. Вот сюда. По одной ложке. Если вдруг соуса мало, то можно всегда подойти и сказать, ребята, можете мне соус еще добавить? Все обязательно посыпаем луком. Потому что мы без него никуда. Ну и когда все это готово, я всегда говорю, самое главное в этом во всем это попробовать. И насладиться приготовленным. Пробую двоя порция. У тебя даже если он там соус, может загребать его, если надо. Мясо очень вкусное. Блин, ножом нельзя. Вот это руками. Лепешка. Ресторан на колесах. Он может где угодно приготовить к сувлаке. Всегда, наверняка, уже многие пишут о том, что аппетитно, аппетитно. Да, руками вообще всегда аппетитнее. Можно, конечно, одноразовую посуду. Но когда от лепешки берешь, вот так отламываешь. Соус нужно зачерпнуть. Даже если руки будут все в соусе. Перец. Классно. И всегда смотрите в первом куске, чтобы курица была прожаренная. Птица такое мясо, которое не допускает там medium-re. Medium тоже не допускает. Well done. Ну и, конечно же, берите всегда бедра, потому что они вкуснее. Грудка вата. Туалетную бумагу тоже можно замариновать, и будет по вкусу как грудка куриная. А бедра там и мясо, и кожицу оставляйте. Я бы сюда еще тархуна, например, добавил, или кинзы, чтобы поароматнее было. Ты когда соус делал, я хотел добавить, что кинзы еще тоже любят. Да-да-да, мы делаем упрощенку, всегда говорим, друзья, добавляйте по своему желанию, все что угодно. Все, пока. Пока, мы давайте насладимся нормальной едой.